Дорожно-транспортная обстановка в республике. Развитие малого бизнеса в условиях кризиса. Эти и другие вопросы обсуждали сегодня на заседании кабинета министров Чувашии. В начале заседания вернулись ко вчерашней аварии. Спустя почти сутки после происшествия стали известны предварительные результаты экспертизы. По предварительным данным, вина 18-летнего водителя Шкода Октавия, который не проконтролировал дорожную ситуацию, въехал сзади в грузовую автомашину. Тот, в свою очередь, выехал на полусустречного движения, столкнулся с микроавтобусом «Пежо». Возбуждено уголовное дело по МВД Чебоксарскому району. За одни только сутки в республике было совершено 90 дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них произошло по вине водителей. Нарушение скоростного режима и несоблюдение дистанции. Основные причины возникновения – аварий на дорогах, констатировал Олег Яковлев. Говорили на заседании и о развитии реального сектора экономики. Ни для кого не секрет, что доходы бюджета республики напрямую связаны с предпринимательской активностью. В последние годы значительная часть предприятий проводит модернизацию, закупает новую технику, увеличивает производительность труда. Однако скорость производимых изменений пока не может восприниматься как удовлетворительная. В условиях, когда необходимо значительное вложение в бюджетную сферу, возникает соблазн увеличивать фискальную нагрузку на бизнес. На протяжении всего прошлого года бизнес-среду будоражили известия о возможных изменениях в налоговой сфере. Оценка возможных неблагоприятных последствий, активность общественных организаций предпринимателей, влияние института уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей смогли предотвратить фискальные изменения в законодательстве. Бизнес-эмутсмен отметил, что скачок цен на импортные товары в связи с зарубежными санкциями позволил местным производителям расширить собственное производство. Еще одна тема заседания – эффективная работа многофункциональных центров. У нас стоит задача по исполнению указа, это по представлению государства муниципальных услуг на территории многофункциональных центров. Сегодня мы охватили 68% населения, а задача стоит до конца года довести до 90%. Эту задачу мы выполним. В 2014 году услугами многофункциональных центров воспользовались 200 тысяч жителей республики. По данным социологических опросов, удовлетворенность населения предоставляемыми услугами составляет более 90%. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.